Летом 1943 года, когда еще окончательно не была решена судьба войны и не произошло победоносное для советских войск сражение на Курской дуге, верховный главнокомандующий Иосиф Сталин приказал начальнику тыла Красной Армии генералу Хрулеву начать работу над эскизом новых боевых орденов. Один из них был чисто солдатским и во многом по своему виду и статусу должен был напоминать знаменитый царский Георгиевский крест. А второй орден, по мысли Сталина, должен был стать высшей военной наградой СССР. И награждаться им должны были высшие советские военачальники. Орден для победителей. Бриллиантовый знак вершителей судеб мира. Одним из первых в июле 1943 года проект нового ордена под названием «За верность Родине» представил на рассмотрение Верховного главнокомандующего офицера штаба управления тыла Красной Армии полковник Ниелов. Но Сталин не одобрил этот проект и работа над эскизом новой награды была продолжена. Среди многих вариантов ордена победы, представленных на конкурс, предпочтение отдали эскизы художника Кузнецова, являвшегося также автором ордена Отечественной войны. Первоначально в центре ордена художник хотел разместить профильные барельефы Ленина и Сталина, но Верховный предложил в центре ордена поместить изображение Кремля. Лишь 15-й вариант ордена победы был утвержден Сталином. Произошло это 29 октября 1943 года. А первое награждение состоялось лишь 10 апреля 1944 года. Сразу два военачальника получили эту награду. Это были заместитель Верховного маршала Георгий Жуков и начальник генштаба маршал Александр Василевский. Причем первым кавалером ордена победа стал Жуков. Часто пишут, что он получил орден за номером 1, но это не совсем так. В отличие от прочих советских наград, орден победа не имеет на обратной стороне клейма Монетного двора и порядкового номера. Знак ордена победа, пожалуй, одно из самых дорогих наград в мире. Он представляет собой пятиконечную рубиновую звезду, окаймленную бриллиантами. В промежутках между концами звезды лучи, усеянные бриллиантами. Середина звезды представляет собой круг, покрытый голубой эмалью и окаймленный лаврово-дубовыми венками. В центре круга золотое изображение Кремлевской стены с мавзолеем Ленина и Спасской башней в центре. Над изображением надпись белыми эмалевыми буквами «СССР». В нижней части круга на красной эмалевой ленточке надпись белыми эмалевыми буквами «Победа». Знак ордена изготавливается из платины. В украшении ордена использованы платина, золото, серебро, эмаль, пять искусственных рубинов и 174 мелких бриллианта. Размер звезды между противолежащими вершинами – 72 миллиметра. Диаметр круга с изображением Спасской башни – 31 миллиметра. Общий вес ордена – 78 грамм. Содержание платины в ордене – 47 грамм. Золото – 2 грамма. Серебра – 19 грамм. Вес каждого из пяти рубинов – 5 карат. Общий вес бриллиантов на знаке – 16 карат. Таким образом, знак ордена представляет собой уникальное произведение ювелирного искусства. В статуте ордена Победа говорилось, что он вручался за успешное проведение таких боевых операций в масштабе одного или нескольких фронтов, в результате которых в корне меняется обстановка в пользу Красной Армии. Всего за время войны и сразу после нее состоялось 19 награждений Орденом Победы. 16 военачальников Красной Армии и войск союзников получили эту награду, трое награждались дважды. Назовем их поименно. Маршал Жуков Георгий Константинович получил Орден Победы дважды за освобождение Правобережной Украины и за взятие Берлина. Маршал Василевский был награжден Орденом Победы за освобождение Правобережной Украины и за взятие Кёнигсберга. Верхновным главнокомандующий Сталин дважды награжден Орденом Победы за освобождение Правобережной Украины и победу над Германией. По одному Ордену Победы получили маршал Рокоссовский за освобождение Польши, маршал Конев за освобождение Польши и форсирование Одера, маршал Малиновский за освобождение территории Венгрии и Австрии, маршал Толбухин за освобождение территории Венгрии и Австрии, Маршал Говоров за освобождение Прибалтики. Маршал Тимошенко за планирование боевых операций и координацию действий фронтов в течение всей войны. Генерал армии единственный в компании маршалов. Антонов за планирование боевых операций и координацию действий фронтов в течение всей войны. Маршал Мерецков за командование войсками на Дальнем Востоке и разгром Квантунской армии. Кроме того, орденом победы были награждены пять иностранцев. Но эти награждения были скорее политикой, дипломатическими. Было еще одно награждение орденом победы. 20 февраля 1978 года, через 20 с лишним лет после окончания Великой Отечественной войны, Президиум Советского Союза СССР принял указ о награждении генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева орденом победы. Как было написано в этом указе, дорогой Леонид Ильич награждался за большой вклад в победу советского народа и его вооруженных сил в Великой Отечественной войне, выдающиеся заслуги укрепления обороноспособности страны, за разработку и последовательное осуществление внешней политики мира советского государства, надежно обеспечивающей развитие страны в мирных условиях. Поэтому 21 сентября 1989 года указом ПВС СССР был отменен и сформулирован с формулировкой как противоречащий статусту ордена. Продолжение следует... По расчетам специалистов на каждый орден требовалось 180 с учетом напорчу бриллиантов, 50 розочек и 300 граммов платины. По распоряжению Совнаркома глав ювелир Торгу было отпущено 5400 бриллиантов, 1500 розочек и 9 килограммов чистой платины. В процессе изготовления ордена мастер высшей квалификации Московской ювелирной часовой фабрики Казенов столкнулся с проблемой. Природные рубины имели различные оттенки красного, и собрать из них даже один орден, выдержав цвет, не представлялось возможным. Тогда было принято решение использовать искусственные рубины, из которых можно было бы нарезать нужное количество заготовок одинаковой окраски. Статья подготовлена Игорем Мишиным, публикуется в журнале «Военная история» номер 5 за 2015 год. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. Продолжение следует...